В Ростове-на-Дону врачи борются за жизнь женщины, пятилетнего мальчика, которые упали в шахту лифта с площадки первого этажа. Они получили тяжелые травмы. Жильцы говорят, что в их доме все лифты в ужасном состоянии, и никто из чиновников не обращал внимания на жалобы людей. Репортаж Юлии Чумаковой. ЧП произошло в одном из подъездов этого десятиэтажного дома. Молодая женщина возвращалась с прогулки с двумя детьми. Семья живет на пятом этаже. Они подошли к лифту, вызвали его. Первая в лифт вошла девочка, и лифт уехал наверх. То, что было дальше, рассказывает отец этих детей. Они все троем подошли к лифту. Она зашла, она зашла. Малой побежал в почту взять что-то. Ну, как он рассказывает. Пошел что-то взять. В этот момент лифт закрылся и поднялся наверх. Наверх. Ну, как он рассказывает. Потом, говорят, они нажимают лифт второй раз. Дверь открывается. Но они же думают, что лифт и здесь. И жена в этот момент замечает, что там темнота. И Малой же впереди. И пытается ее держать, они вдвоем туда. Их вытаскивали соседи. Маму с пятилетним малышом увезла скорая. А девочку, заблокированную в кабине лифта, вызвали. Или только через час. Опять же, своими силами. Жильцы этого дома говорят, что их лифт уже давно в ужасном состоянии. Лифты все старые. В новом доме старые лифты были установлены со дня его. Да, да, да. Вот эти вот все эти аварийные точки, кнопки, они как были пожженные, как прижигали их до сегодняшнего дня. Нельзя никуда не позвонить, ни в случае аварии, остановки там или чего там. Понимаете как? Все. До сегодняшнего дня. Он и этот лифт ходит в нашем подъезде. Поднимается. Вот мы на девятом этаже. Он до девятого идет. Вверх, потом бах, вниз. Остановился вроде. Все, выходите. Лет 10 назад я на одном тросе висела. Здесь тоже лифт. Один трос оборвался, и я висела. Меня вытаскивали. Едешь, такое ощущение, как вот знаете, в самолете турбулентность. Вот то же самое у нас в лифте. Постоянно. Мама молится вообще, когда едет. Какая управляющая компания обслуживает этот дом, не знают даже люди, которые в нем живут. Контактный телефон этой фирмы отвечает лишь долгими гудками. И так всегда, утверждают жильцы. Любые коммунальные проблемы им приходится решать самостоятельно. Ремонтировали, когда была управляющая компания, ТСЖ было. Сейчас развалили ТСЖ, никто не занимается вообще. Не убирают, грязные подъезды, отвратительная компания. ТСЖ развалили, нет у хозяина кто-нибудь. Следственный комитет уже начал проверку и уже возбудил уголовное дело. Причина случившегося – неисправность лифта. Сейчас следователи ищут ответ на вопрос, кто в этом виноват. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности конкретные лица, в обязанности которых входило обеспечение безопасной эксплуатации лифта, установленного в подъезде дома, его сервисное и плановое обслуживание. Последнее время, похоже, ЧП происходит во многих городах. Все чаще. Эксперты говорят, виной всему халатность и плохое обслуживание лифтов. Раз в несколько лет необходимо проводить их техническую проверку. Информация об этом должна быть размещена возле каждого лифта. Но по новому законодательству, вступившему в силу в 2013 году, это не обязательные нормы, а лишь технический регламент. Поэтому исполнять его не торопятся. Из последних – самый нашумевший случай. В Москве, в жилом комплексе «Алые паруса», у скоростного лифта оторвалась нижняя часть. Сквозь пол с высоты седьмого этажа в шахту провалилась женщина. Она погибла. Это была 37-летняя Ирина Володина. Единственная дочь известного советского телеведущего, диктора программы «Время» Евгения Кочергина. До этого на юго-западе столицы лифт рухнул с 12 этажа. Погиб годовалый младенец. В Санкт-Петербурге погиб подросток. Он пытался выбраться из лифта, который застрял между шестым и седьмым этажом. Самостоятельно разжал двери и сорвался в шахту. Специалисты предупреждали уже неоднократно. Состояние лифтов по всей стране плачевно. Ситуация, она, конечно, близка к кризисной, катастрофической вообще. Почему? Потому что около 35% в Российской Федерации лифтов, они находятся и эксплуатируются со сроком эксплуатации более 25 лет. Каждый третий лифт, он сегодня должен быть заменен. Пострадавшие в Ростове мама и пятилетний малыш сейчас в больнице. У них многочисленные переломы, черепно-мозговые травмы, но, по словам врачей, их жизни уже ничего не угрожает. Между тем, в Ростове начались проверки лифтов во всех жилых домах. Юлия Чумакова, Сергей Чеботарев, Светлана Ведяшкина и Виктор Гребенюков. Первый канал. Ростов-на-Дону.